Спасибо большое, уважаемые коллеги. Алексей, спасибо вам огромное. Хочу сказать ещё вот что. Действительно, и палиативная помощь в стране, она происходит, ведь произошла и начала развиваться именно с онкологических пациентов. И ещё мне хотелось бы сказать, Алла Алексеевна поскромничала, согласно приказу Минздрава России, подписанному министром здравоохранения Российской Федерации Алексеевна Рязанкина является главным нештатным специалистом по палиативной помощи Северо-Западного федерального округа. Я вас с этим поздравляю, и весь Северо-Западный федеральный округ тоже поздравляю. Итак, уважаемые коллеги, давайте начнём говорить о том, как важна палиативная помощь онкологическим больным и как важно своевременно её оказать и своевременно её получить. Палиативная медицинская помощь. Это помощь, которая не направлена на установление диагноза. Это помощь, которая не направлена на диагностику в целом. Это помощь, которая направлена на помощь пациентам, медицинскую помощь пациентам, у которых диагноз уже установлен. Более того, у которых есть прогрессирование заболеваний, у которых опухоль имеет достаточно агрессивное течение, и в связи с этим пациенты имеют тягостные симптомы. Следует сказать, что палеотивная помощь осуществляется с целью облегчения страданий. Причём это не только эпиоидные анальгетики, мы будем сегодня весь день об этом говорить, потому что всё-таки есть некое представление, что палеотивная помощь – это хосписные онкологические пациенты, терминально умирающие и морфин. Но палеотивная помощь – это понятие, которое значительно шире. Палеотивная помощь – это подход, который помогает пациентам с незречимыми прогрессирующими заболеваниями значительно шире, чем онкологическим больным. Но ещё важно сказать, что оно может быть направлено на потребности больного и его пациента, как медицинские, так и физические, и психосоциальные, и духовные. И сейчас всё это закреплено в законодательстве, я несколько слов об этом скажу. Буквально несколько слов о истории палеотивной помощи в нашей стране, как и во многих странах, она начиналась именно с онкологического палеотива. И причём колыбель палеотивной помощи в нашей стране – это Санкт-Петербург. Самый первый хоспис, который был открыт в Лахте, Андреем Владимировичем Гнездиловым. И при помощи, при поддержке и по направлению, так скажем, Виктора Зорза, человека, который испытал личную трагедию, имел личный опыт о необходимости палеотивной помощи онкологическому пациенту. Его дочь умирала от меланомы в английском хосписе. И это было его завещание – развивать хосписную помощь по всему миру и в России в том числе. И начиная с 90-х годов это движение, буквально именно движение, пошло в нашей стране. Причём сначала это действительно организовывались только хосписы для онкобольных и сестринские отделения. А также палеотивное отделение в онкодиспансерах. И только с изменением законодательства палеотивная помощь шагнула в нормативно-правовую базу и стала более широко доступна как онко-так и неонкологическим пациентам. И уже сейчас, начиная с 2019 года, мы говорим о широченном палеотивной помощи не только онкобольным, пациентам, получающим длительную респираторную поддержку, в том числе на дому. И ещё важно отметить, что в 2019 году в Минздраве России был основан Федеральный научно-практический центр палеотивной помощи на базе Сеченовского университета, в котором есть определённые задачи – помогать регионам выстраивать палеотивную помощь. И мы с Еленой Владимировной работаем в этом федеральном центре. Сейчас мы, конечно, имеем существенные ограничения в работе, как и вообще вся медицинская помощь в стране. Она более чем ориентирована на борьбу и помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Однако мы, конечно, видим существенные для нас ограничения, и развитие палеотивной помощи идёт не такими широкими шагами, как было в последние годы. Но эта ситуация, мы очень все надеемся, что она позволит нам не только встречаться на таких мероприятиях, но и развивать нашу службу дальше, так же, как мы планируем, для того, чтобы нашим пациентам она была доступна. Крайне важно сказать, что палеотивная помощь обхватывает не только пациентов, но и их семьи. И причём семьи тех пациентов, которые не умирают сейчас, а которые сталкиваются с угрожающей жизнью болезнью. Более того, палеотивная помощь направлена даже на раннее выявление тех симптомов, которые могут вызывать страдания больного, на оценку их и, конечно, на лечение. Более того, сейчас большая работа ведётся по организации межведомственного оказания палеотивной помощи, медицины и социальных структур. Это очень важно. Следует сказать, что палеотивная медицинская помощь в настоящий момент подразделяется на первичную и специализированную. Вот всё, что специализировано – это в хосписе, палеотивное отделение, выездные службы, респираторные центры, всё, что оказывает помощь, где оказывают помощь врачи и медицинские сёстры, работающие в палеотивной медицинской помощи. Однако большая часть больных, она всё-таки нуждается в палеотивном подходе в рамках первичной палеотивной помощи, значит, в рамках поликлиник, в рамках специализированных клиник, которые не работают только с палеотивными больными, но часто с ними встречаются. Ещё важно сказать, что мы в правовом поле стали значительно шире. Мы теперь можем спокойно к себе пускать волонтёров и другие некоммерческие организации, религиозные организации. И это сейчас законодательно утверждено, что медорганизации взаимодействуют с некоммерческими организациями и социальными организациями с целью поддержки пациентов и совместного оказания им помощи. Это очень важно для наших структур. Мы теперь не боимся, мы теперь ничего не придумываем. Наши ограничения – это только противоэпидемические ограничения. Ещё важно сказать, и, коллеги, это касается каждого, не только онкологического пациента, но и каждого гражданина нашей страны. Это то, что при оказании палиативной помощи, если в семье есть такое больное, если пациент нуждается в этом виде помощи и получает его на дому, то страна, то медицинские организации ему предоставляют для использования медицинские изделия, включая кровати, включая противопровожные матрасы, памперсы, различные зонды, катетеры и даже аппаратуру для респираторной поддержки. Вот это сейчас, Елена Владимировна, одна из основных задач работы главных нештатных специалистов – организовать эту помощь, помочь субъектам и, конечно, так мониторить то, что происходит. И мы сейчас большую часть времени нашего главного нештатного специалиста работаем именно в направлении с регионами, как они закупают эти медицинские изделия. Широченная нормативно-правовая база, которая регулирует палиативную помощь. Сейчас у нас еще появилась дорожная карта, подписанная в прошлом году представителем Татьяны Алексеевны Голиковой, по печенческим советам разработанная, и мы по ней сейчас работаем. Следует сказать, что все, что мы делаем в рамках организации палиативной помощи, оно направлено на своевременность, на профессионализм и, главное, доступность широкому кругу нуждающихся. Важно сказать, что показания палиативной помощи в ручном режиме, ну, должно это уйти уже на другой план. Поэтому, конечно, все медицинские организации, осуществляющие онкологическую помощь, они остро нуждаются во взаимодействии с палиативными организациями. Как с целью консультирования, так и с целью госпитализации пациентов, если есть необходимость. И палиативная служба, уважаемые коллеги, она оказывается не тогда, когда пациенты уже уходят из жизни, или тогда, когда вы прекращаете оказывать им специализированную помощь. Совсем нет. Мы говорим о том, что палиативная помощь может осуществляться параллельно со специализированной помощью. И чем раньше для некоторых онкологических пациентов это произойдет, тем будет лучше качество его жизни. Огромное количество исследований ведется по пути того, чтобы подтвердить или опровергнуть то, что раннее включение палиативной помощи улучшает как выживаемость, так и качество жизни пациентов. И на самом деле, даже если говорить о выживаемости при таких серьёзных заболеваниях, вы видите на слайде, как и рак лёгких, и другие онкологические заболевания, посмотрите, вот эти верхние графики, они свидетельствуют о том, что продолжительность жизни, выживаемость, она улучшается у пациентов, которым палиативная помощь назначена не рутинно, когда они уходят из жизни, и вы прекращаете специализированное лечение, а параллельно со специализированным лечением. Эти результаты, конечно, ошеломляют, мне кажется, должны ошеломить просто онкологов, потому что это та серьёзная поддержка, это тот серьёзный вклад, который поможет онкологам улучшить продолжительность жизни их пациентов и улучшить качество жизни. Очень важно сказать, что нужно интегрировать и электронный мониторинг, который считается, кстати говоря, более эффективным, когда пациент не приходит к пациенту, к врачу и жалуется, а имеет возможность в электронном формате отметить свои жалобы, а медики откорректировать то, что у него происходит. Соответственно, уважаемые коллеги, серьёзнейшие улучшения в общей выжимации среди пациентов с методическим раком, которым назначен электронный мониторинг по отчёту в процессе химиотерапии. Мы видим в исследовании, представленном на слайде, 2017 год. Следует сказать, что интересный вывод делать можно именно по поводу того, что веб-мониторирование в настоящий момент является более эффективным, чем личное взаимодействие. Ну, возможно, в силу нехватки времени, возможно, в силу того, что пациент пытается сказать что-то другое самое важное, не обращает внимания на какие-то свои жалобы, а пытается с врачом обсуждать какие-то другие темы. Но следует сказать, что палиативная помощь, интегрированная в онкологию, это не придумка российского Минздрава или российских профессиональных некоммерческих организаций, ассоциаций. Мы абсолютно в тренде мировом. АСКО говорит о том, что палиативная помощь улучшит и качество жизни, и удовлетворённость от лечения, значит, удовлетворённость онкологическим лечением. Оно уменьшит агрессивное, остановит и уменьшит агрессивное лечение в конце жизни, когда его нужно остановить, и, возможно, уменьшит вред для пациента и лиц, которые осуществляют за ним уход. А также, что очень важно, снизит стоимость лечения. Следует сказать о том, что одновременно пациентам с продвинутым раком, с метастатическим раком, стандартно должно быть предложено одновременно со специализированным лечением палиативная помощь. Причём онкологу она отдаётся около двух месяцев с момента установления диагноза, и в течение этого времени пациент уже может быть подготовлен и проконсультирован у врача по палиативной помощи, и дальше онкологи ведут этого больного совместно. Соконодательство нашей страны сейчас помогает нам быть интегрированным. Возможность открытия кабинетов палиативной помощи на базе онкодиспансеров, например, или палиативных отделений помогло бы врачам-онкологам и помогло бы специализированной помощи в лучшей степени оказывать помощь пациентам и, главное, улучшить их выживаемость и качество жизни. Вот такой два года назад мы были на «Белых ночах» и впервые представили вот этот слайд, вот эту диаграмму, которая говорит о модели оказания палиативной помощи онкологическим пациентам в виде модели бабочки, когда помощь палиативная, поддерживающая, оказывается, одномоментно пациентам в момент начала лечения. И далее, в случае ухудшения состояния основного лечения всё меньше, и палиативной помощи, реабилитации и прочее всё больше. Если пациент идёт по траектории из лечения, его лечение вот этим синим цветом уменьшается, а его реабилитация, именно кренная реабилитация, увеличивается. И если пациент идёт по траектории, к сожалению, отрицательной, то также уменьшается ему интенсивность специализированного лечения и увеличивается помощь в конце жизни. А поддерживающая терапия, она находится в момент оказания пациента специализированной помощи. Очень правильный, красивый и визуализирующий наш вид помощи и наше взаимодействие слайд. Если говорить о том, как мы с вами работаем, я уже сказала о том, что, во-первых, палиативная помощь – это лицензируемый вид помощи. И, конечно, для того, чтобы открыть у себя кабинет палиативной помощи, получить госзадания, какие-то объёмы или тот же дневной стационар, организация должна иметь лицензию. Но даже если это организация онкологический диспансер или онкологический центр, он может иметь, получит лицензирование, пройти лицензирование на палиативную медицинскую помощь и открыть у себя как амбулаторный, так и дневной стационар, так и стационарное звено. Здесь уже организационные решения, конечно, нужны. И думаю, что это, конечно, та самая возможность интеграции палеотива в онкологию. Треть пациентов онкологических – это пациенты, которые нуждаются в палеотивной помощи. То есть, еще раз, из общего количества нуждающихся в палеотивной помощи взрослым, треть – это онкобольные. И в приказе Минздрава 345 определены показания к оказанию палеотивной медицинской помощи, а также определены, кто нуждается в этом виде медицинской помощи. Онкобольные – это первая строчка. И определены показания. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы пациента направить на палеотивную медицинскую помощь, необходимо провести врачебную комиссию. В том случае, если у пациента нет гистологически верифицированного диагноза. В том случае, если онкобольной прошел гистологическую верификацию, вам понятно, что это за опухоль, то направить на палеотивную помощь может лечащий врач. Обращаю ваше внимание, что в выписках из истории болезни, откуда бы они ни проходили, если у вас есть пациент, который потенциально уже сейчас нуждается в палеотивной помощи, или в ближайшее время будет нуждаться, и вы видите, и наличие у него ухудшения общего состояния. Вот то, что представлено на слайде – это выдержки из приказа Минздрава России, снижение функциональной активности, потери массы тела. Уже этот больной может у вас быть направлен на палеотивную помощь, рано никогда не будет. И главное, чтобы он был подготовлен и морально, и физически. И у нас было время у специалистов палеотивной помощи с ним поговорить, обсудить и назначить, оказать помощь. И еще важно сказать, что если говорить об онкобольных, то наличие метастатических поражений при незначительном ответе на специализированную терапию, при наличии противоглазания к ее применению, а также наличие боли и других тягостных симптомов, причем даже если нет того, что выше, то вы можете дать направление на палеотивную помощь. Пишите это, пожалуйста, в своих выписках. Мы просто призываю это делать, потому что если не написано в выписке, что пациент нуждается в продолжении лечения, в симптоматической терапии, в оказании палеотивной помощи, мы не можем его взять на учет, и нам нужно еще один круг этому больному пройти, чтобы он получил направление. Поэтому не скучайте, не грустите, не пугайтесь, пишите это, объясняйте родственникам, что организация палеотивной помощи и вообще поддержка палеотивных специалистов никоим образом не отразится на лечении специализированного лечения онкологического заболевания и только поможет родственникам больного. Итак, уважаемые коллеги, конечно, мы обслуживаем разных пациентов, и уже терминальных, и явно неизлечимых, и даже тех больных, которые уходят от нас, когда им становится лучше. И мы действительно делим пациентов на умирающих и тех пациентов, которым он стал жить прогностически несколько месяцев и несколько лет. Причем мы показываем помощь как в стационаре, так и на дому, так и в условиях дневного стационара. И еще важно сказать, что, повторюсь, что направление может дать любой доктор. Мы сейчас, конечно, развиваемся по пути специализированной палеотивной помощи, когда мы оказываем помощь пациентам и нуждающимся в респираторной поддержке, и с социально значимыми инфекциями. Но онкологический палеотив во взрослой практике, конечно, является таким приоритетным палеотивом который направлен на лечение боли, на лечение тягостных симптомов, на психологическую поддержку. И на самом деле у нас две таких больших группы пациентов. Это пациенты постинсультные, пациенты дементные и пациенты, нуждающиеся в онкологии. Это вот самые большие, нуждающиеся в помощи онкологически. Это самые большие группы больных, которым мы, конечно, оказываем помощь и на дому, и в хосписах. И первичное звено этих пациентов тоже ведет. Следует сказать, что мы видим, и иногда в ручном режиме помогаем пациентам, которые живут в сельской местности, или которые одиноко проживающие, или те пациенты, которые нуждаются в долгосрочном уходе, имеющие компрессию спинного мозга, или дистатическое поражение головного мозга, и уход за ними очень длительный. И здесь, конечно, мы серьезно, так скажем, наше взаимодействие с онкологической службой, для нас это серьезный вызов, и он, конечно, должен вестись. И, пожалуйста, чем раньше вы этих больных нам отдадите, особенно с тех пациентов, которые имеют пациентическое поражение позвоночника и риски компрессии спинного мозга, конечно, нам бы этих больных вести пораньше, для того, чтобы уже не иметь больных парализованных, которые лежачие, а успеть увидеть этих пациентов, направить к вам на лучевую терапию, об этом сегодня будет говорить Оксана Юрьевна. Важно сказать о том, что первичное звено сейчас у нас настроено на, настраиваем мы его, так скажем, на палиативную помощь, и вот эта первичная палиативная помощь, которая организуется в поликлиниках, она, конечно, нельзя сказать, что она выстроенная, она в самом-самом начале, в начале пути, но уже следует сказать о том, что поликлиники не могут отказывать этим больным, они их так не отказывали, но для них это сейчас уже профильный больной. И важно сказать о том, что назначение обезболивающих, как самых таких острых проблемных моментов у онкологических больных, может заниматься не только врач-коспис или врач палиативной помощи, но и врач-онколог, и врач-терапевт. И это одна из таких серьёзных вызовов, конечно, крайне важный. И, кстати говоря, в протоколе Татьяны Алексеевны Голиковой 28 июля прошлого года мы слышали информацию, поручение о том, что необходимо было проработать вопрос и обеспечить пациентов онкологических обезболивающих путём выписки назначения онкологами. Поэтому, уважаемые коллеги, это очень серьёзный вызов, который стоит, и его надо в конце концов решить. Не только участковые терапевты, не только врачи палиативной помощи, но и онкологи в своей рутинной практике, выписывая пациентов из стационаров, видя их на приёме. Если тот, кто видит боль, тот и должен выписать обезболивание. Это основной принцип. Поэтому, конечно, дать право онкологу выписать рецепты, дать рецепты в его руки, ну, это, наверное, самая простая и одновременно самая сложная проблема на данный момент для лечения. Следует сказать, что наша Ассоциация хосписной помощи с 2017 года, с 2017 года, выпускает журнал «Палиум», российский научно-практический журнал, который сейчас стал рецензируемым, и я нас и всех поздравляю с этим, с этого года вошёл в перечень источников Ринца. И, конечно, мы работаем и дальше, и мы приглашаем вас как быть участником и автором этого журнала, так и читателем этого журнала. Он находится в свободном доступе на сайте Ассоциации хосписной помощи, его также можно выписать. И мы очень надеемся на то, что этот журнал будет помогать вам и уже помогает в помощи вашим пациентам. Буквально несколько слов о том, что пандемия очень изменила нашу жизнь, а ещё жить наших пациентов. Да, на этом слайде девочка, молодая женщина, которая страдает от неизлечимого заболевания. Она не онкобольная, однако она публицист, она общественный деятель и признанный общественный деятель борется за права инвалидов. И когда началась эпидемия, когда началась пандемия, даже не эпидемия, она сделала пост, она сказала о том, что палеотивные пациенты будут ограничены в получении помощи как специализированной против ковида, так и в своём виде помощи. И, конечно, так этот риск есть. И я бы, конечно, призывала, и мы видим о том, что наши онкологические пациенты, палеотивные пациенты, они также оказываются на ковидных койках. И тут бывают сложности, когда их нужно обезболить. Я уже неоднократно консультировала пациентов в ковидных госпиталях с тем, а как его обезболить, чем обезболить. Нет этих препаратов, которые он получает на дому, нет в госпиталях. Поэтому, конечно, тут вот вопрос перерасчёта ДОС, научиться пользоваться морфином жидким, который есть во всех больницах. И вот это наш тоже путь. И мне бы очень хотелось, чтобы мы не забывали о том, что наши пациенты тоже болеют ковидом, и им нужно продолжать получать в том числе обезболивающую терапию в этих госпиталях. Наша основная цель – это поддержать больного, поддержать семью. И палеотивная помощь, забота – это то, чем мы занимаемся. И я очень надеюсь, что сегодняшний день пройдёт у нас именно под этим флагом. Забота о пациенте, забота о его семье и забота друг о друге. Ну вот таким образом палеотивная помощь немножечко отличается от других видов медицинской помощи. Итак, уважаемые коллеги, включите, пожалуйста, слайд, не слайд, а видео, которое подготовил Федеральный научно-практический центр палеотивной помощи для проведения органов работы и для такой вот информатизации, информирования общества о том, что такое палеотивная помощь. Включите, пожалуйста, видео. Что такое палеотивная медицинская помощь? Мифы и правда. Люди могут жить с неизлечимым, прогрессирующим и смертельным заболеванием в течение многих лет. И потребность в палеотивной помощи не ограничивается строгими временными рамками. Палеотивная медицинская помощь оказывается только пациентам, которые близки к смерти. Палеотивная медицинская помощь оказывается пациентам с любыми хроническими, прогрессирующими и неизлечимыми заболеваниями с момента установки диагноза до конца их жизни. Причем забота распространяется и на членов семьи пациента. Палеотивная медицинская помощь оказывается только в стационаре хосписа. Палеотивная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара. Пациент имеет право получить помощь в том месте, где он находится, включая организации социального обслуживания. Палеотивная медицинская помощь это только контроль боли наркотическими средствами. Палеотивная медицинская помощь это комплекс мероприятий, в том числе медицинские вмешательства, включающие контроль тяжелых проявлений заболевания, меры социальной поддержки, духовной поддержки и психологической, а также мероприятия по уходу. Палеотивная медицинская помощь нужна только пожилым людям. Палеотивная медицинская помощь оказывается пациентом любых возрастов, от младенчества до старости. Палеотивная медицинская помощь только для умирающих от рака больных. Палеотивная медицинская помощь оказывается пациентом с различными формами прогрессирующих неизлечимых заболеваний, ограничивающих жизнь пациента. Палеотивная помощь это комплекс медико-социальной помощи, направленной на улучшение качества жизни пациентов, а также их семей, которые сталкиваются с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеванием. Применение палеотивного подхода в лечении и уходе за такими пациентами предотвращает и облегчает страдания человека в конце жизни. В такой помощи нуждаются взрослые пациенты с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми патологиями, хроническими респираторными заболеваниями, СПИДом, туберкулезом, диабетом. Среди детей палеотивная помощь нужна пациентам с тяжелыми аномалиями и пороками развития, генетическими заболеваниями, рядом хронических и прогрессирующих болезней, таких как муковисцидоз и миодистрофия. Палеотивный на латыни означает покрывало или покров. При палеотивной помощи симптомы словно покрываются разными видами лечения, основная цель которого обеспечить комфортное состояние пациента. Материал подготовлен в качестве видеометодического пособия для организаторов здравоохранения, врачей-специалистов, врачей по палеотивной медицинской помощи, среднего медицинского персонала, студентов медицинских вузов и колледжей. Ну вот, уважаемые коллеги, визуальные образы, они всегда меняют или запоминаются, и мы больше, чем слова. И я заканчиваю свое сообщение и передаю слово следующему докладчику. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.